Олег, приветствую вас. Еще раз. И третий. У вас в пятницу прошел творческий вечер. И я в одном из интервью читал, что творческие вечера для вас гораздо сложнее, чем концерты, где вы там два часа зажигаете. Почему? Объясните. Ну, это разные совершенно вещи, соответственно, концерты и творческий вечер. На картете это кураж, это громко, это движение, это импровизация и так далее. А творческий вечер, я один, есть какое-то определенное количество людей, которые, конечно же, пришли в общем-то на меня послужить. Есть, конечно, и засланные, и казачки образные, которые где-то что-то слышали. Но при этом я один, соответственно, и сидит народ, публика и так далее. И так мурально и творчески как бы тяжеловато. Есть определенная ответственность, скажем так, да, не сложать, не попасть в просаг, вести определенную линию, внимательно слушать вопросы и отвечать как-то, ну, не как-то душевно, как хотелось бы. Ну, при этом физическая нагрузка меньше? Физической нет никакой, но вот внутренняя нагрузка, она присутствует, конечно. То есть мы можем сделать вывод, что Горкуша не любит творческий вечер? Я не скажу так, что не любит. Это совершенно разные вещи, они более ответственные. Нет, концерт, это тоже ответственное мероприятие, да, но творческий вечер, он более все-таки, все-таки более напряженочкой идет. Я бывала, ну, вот, когда был «Метворческий вечер» в «Люмьере», в клубе, я немножко волновался, а бывают моменты, что меня так крючка потрясет, вот серьезно. Да? А вот не надо было пить, бросать, потому что раньше... Какие руки трясутся, когда даже ты что бросил, там, 20 лет не пьешь, я 17 не пью, да? Вот, бывает, потрясивает, он тяжесть поносил, тебя трясет или перенервничает. А вот раньше вот этот какой-то такой мандраж, вот, нервный, он же снимал с алкоголем, наверное, или нет? Это миф и фикция. Да? Миф и фик, конечно. Нет, просто, наверное, у всех по-разному. Не, ну, смотря во-первых, сколько потребуется жидкости, чтобы снять напряжение, скажем так, начнем с этого, да, одному вот столько, а другому вот столько, да, и поэтому здесь как бы вот это столько не превратилось бы вот в это, понимаете? Вот и все. Ну, а как, а ведь это же выбранный путь, да, ну, секс-драгс-эндракн-ролл, то есть... Это было очень давно, все уже помирали, извиняюсь, да, я уж не говорю о зарубежных исполнителях, которых давно и нет, да, про российских, про... Ну, ладно, посмотрите на Роллинг Стоунс, Кейт Ричардс, в нем героина больше, чем... Извините, там, за занавеской стоит скорая помощь, там, со всеми, там, капельницами, всеми всякими освежающими, там, делами, я думал, наверняка, кислородными, там, какими-то, как трейлерами и так далее. Да, конечно, жизнь была, но я думаю, что он сейчас не такой куражный в смысле вот этого и этого, как было когда-то, когда они были подростками. Ну, ведь считаете, что на каком-то топливе творческие люди должны работать? То есть это либо вдохновение-то, оно откуда-то должно браться? Все равно, все равно фиг-то ошибка. А когда бросил пить, я, как бы, даже, даже не задумывался о том, я вышел на сцену и даже разницы никакой не почувствовал, то есть мне все равно качало, драйвовало и так далее. То есть вот эта адреналинка из зала. Да, да, да. И опять же, смотреть какие-то старые записи еще того периода, я просто их смотреть, впрочем, не могу по большому счету, потому что, ну, это кошмар, ужас, просто ужас, вот. И поэтому, и все равно при этом, как ни странно и как ни смешно, ну, многие-не-ногие, но некоторые люди, которые приходят на концерт или смотрят, они говорят, да уж, ну, сейчас. Уже это тоже, вот как сделать красиво так и красиво, да, что люди подумают, думают, что это так и есть, на самом деле, но это уже не так. Ну, есть такое слово имидж, поэтому... Ну, имидж, 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 да, аккуратно, драйв, и, извиняюсь, харизма, это нескольная составляющая. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Поскute б monk appropriated на телеканале Москва-24. Продолжение следует...